Впервые перепись была проведена в 1967 году по инициативе Международного бюро по изучению водомолотных угодий и водоплавающих птиц. Природный орнитологический парк в Американской низменности участвует в переписи второй раз. Обычно для зимних учетов используется высококачественная оптика бинокли или зрительные трубы с большим увеличением. Без бинокля увидеть и тем более определить, что это за птица, сложно. Сейчас в зимний период, во время пролета, в Сочи их много. Одним словом, юг. На морском побережье одни водоплавающие птицы, здесь в Американке совершенно другие. Лысуха здесь частенько останавливается на зимовку, мигрирует при похолодании, откачевывает ближе к югу, потом возвращается обратно. Красноголовый норок, камышница, то их очень много пролетает, то потом затишье, а потом опять идет волна пролета. И весной, и осенью такие волнообразные пролеты у нас мы наблюдаем. По берегам крупных водоемов можно встретить птиц из семейства баклановых. Это малый баклан. Вон он, видите? Так бакланы обычно просушивают свое оперение, раскрыв крылья и изредка помахивая ими. Озера в Американской низменности сейчас разделяют разные стайки птиц. Это лысухи семейства пастушковых. Большую часть времени они проводят на воде, чем заметно выделяются по сравнению с другими. Корм добывают одинаково успешно как на берегу, так и на воде. В любом случае сейчас водоплавающим птицам здесь комфортнее, чем в других регионах страны. В переписи не участвуют эти грациозные лебеди. Они здесь живут постоянно и считаются домашними. А зимний учет коснется только диких перелетных птиц. Считать всех крылатых гостей курорт орнитологи будут два дня 16-18 января. Результаты международной переписи нужны и для сохранения редких и исчезающих видов пернатых, и для научных, образовательных и эколого-просветительских целей.